Доброе утро, дорогие друзья! Я рада новой встрече с вами. Сегодня я с вами поделюсь тем, что давно уже услышала, но пока не делилась с вами. Наверное, подошло время поделиться. Тема очень серьезная. Вы можете приготовить там булыжники, камни, которыми вы будете в меня кидаться. Это поможет мне Господь донести до вас слово сие, ибо не от себя говорить буду, а по слову Божьему. Итак, речь пойдет о поклонении мощам. Даже когда я не была верующим человеком, я не знала Иисуса, я не читала Писание. Я об этом слышала, где-то как-то не придавала этому значения, потому что мне это было интересно. У нас была атеистическая семья, атеистическая страна. Но я знала, что такое есть. И для меня это всегда было странным. Никогда меня никуда не тянуло, никогда мне ничего подобного не хотелось сделать. И чем дальше, чем глубже я ухожу в познание Иисуса Христа, именно приближаясь к Иисусу Христу, узнавая Его все больше и больше, я в своей истине утверждаюсь в том, что это так и не иначе. А иначе просто быть не может, потому что так написано в Писании. Итак, давайте мы с вами сейчас прочтем книгу чисел, девятнадцатую главу. Как можете вы? Я сейчас рот свой открыла по велению Бога. И не называйте сейчас это богохульством или еще чем-то. Я сейчас буду читать Священное Писание. Бог через людей творит всякую правду. Он несет истину в этот мир. И вот как вы, православные священники, можете взять и перечеркнуть Священное Писание, на котором вы якобы стоите. Вы те же самые фарисеи, вы те же книжники, вы те же язычники, которые были, есть и будут всегда. Что вы творите? Что же вы устраиваете показательные выступления разных мощей, устраиваете сумасшедшие очереди? Люди беснуются, сходят с ума, ночами не спят, чтобы прикоснуться к мертвому. Таскаете эти мощи из храма в храм. Там палец, там, значит, кусок бедра, там, значит, кусок еще чего-то. Что же вы творите-то над телом? Святых, вы говорите? А что же вы так глумитесь-то над ними? Что же нам Бог говорит? Вам что Бог говорит? Господь совершенно точно, совершенно... Тут нет никакого, понимаете, никаких других толкований. Здесь никак по-другому не истолковать. Как вы можете это истолковать по-другому? С 11 стиха прочитаю. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Нечист будет. Он должен очистить себя водою в третий день и в седьмой день. И будет чист. Ежели он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего, и не очистивший себя, а сквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен, а чистительную водою он не чист, еще не чистота его на нем. Ну, сейчас православные священники скажут, ну так, здесь же всего-то навсего нечист будет семь дней, а потом сходит в баню, помоется и очистится. Друзья дорогие, ну как же можно воспринимать священное писание не духом святым? Неужели у наших православных священников он отсутствует? Неужели непонятно, что здесь написано? Итак, он должен очистить себя водою в третий день, и в седьмой день, и будет чист. То есть мы должны пройти крещение, мы должны быть крещены водою, мы должны быть очищены именем Иисуса Христа, мы должны быть очищены. Ветхий Завет, Ветхий Завет, это был законный завет, то есть и здесь, если ты что-то совершил не так, все умирали сразу же, то есть все, погибали сразу люди. Их умершвляли по Ветхому Завету, по Ветхому Завету таковы были, строги были так законы Божьи. Мне однажды сказал Бог, по-моему, я уже вам это озвучивала, Он мне очень просто сказал, я дал, я и взял. Я дал закон, я его и забрал. Бог дал закон через Моисея, дал закон через пророков в Ветхом Завете, Он забрал его на крест в Новом Завете и дал нам совершенно новое. Он сказал, что мы должны быть очищены, мы должны быть очищены в бане водную, мы должны быть крещены во имя Иисуса Христа, мы должны получить после этого Духа Святого, который нам разжует и разъяснит Священное Писание, его иначе совершенно невозможно понять. Но у православных священников совершенно свои толкования, совершенно свои. Итак, они не приемлют этому. Я, значит, почитала, я запросила, сегодня молилась, когда я запросила, говорю, покажите мне, на что опираются священнослужители православных храмов, когда они устраивают вот эти вот показательные там, вот эти выставки мощей. Я не знаю, платно это, не платно, я не беру сейчас, я вообще не касаюсь этой темы, не знаю, не буду говорить. Само уже одно только то, что они устраивают там, это уже все, уже бы смерти бы давно были уже преданы. Так вот, читаем 1 Петра, 1 глава, 7 стих. Давайте прочитаем его. Как толкует вообще, я не понимаю. Ведь вы в тысячу раз, в миллионы раз больше меня знаете. Вы наизусть знаете Писание, наизусть. Но вы же его преподносите так, как вам угодно. А я тут сижу, обыкновенная вот русская женщина, которая все хочет, понимаете, вот выжать всю истину, съесть эту книгу, насытиться ей. И вот мы читаем, 1 Петра, 7 стих. Сейчас вам скажу, как там толкуют православные священники. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Казалось бы, как это можно применить к поклонению мощам? Читаю там толкование. Сейчас не буду искать, это не священное Писание, там просто было от человека написано, что люди так веровали в Иисуса Христа, они так веровали, что им после смерти нужно поклоняться, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Но зачем поклоняться? Кто сказал? Кто сказал? Почитание и поклонение — это совершенно разные вещи. Вы почитаете своих родителей, вы почитаете священнослужителей, которых вы считаете своими наставниками, которые ведут вас к истине через священное Писание, через верное толкование его посредством Духа Святого, который вас. Почитайте. Почитайте их. Почитайте родителей своих. Но кто сказал поклоняйтесь им, да еще и мощам. Живым-то поклоняться грех запрещено, а мы еще и мощам поклоняемся. Где Иисус оставил нам такой завет? Скажите! Где? Найдите мне! Конкретно прямо отправьте мне стих! Бунтует во мне прям что-то Дух. Сейчас мы успокоимся. Да потому что противно все это. Православное толкует вот так вот. Ветхий завет. За грех убивали. Новый завет. Он воспитывает нас. Осквернение при прикосновении к мощам. Разве это... Я читаю, я молюсь, пишу себе в дневник. Исайя 66 глава 14 стих. Разве это о мощах? Это же о радости в Господе. Нет, православные священники, они говорят, что вот мощи-то расцветают. Святых. Сейчас мы прочитаем с вами. Ну как так можно толковать священное писание Господи? Прости их! Я читаю, мне сразу понятно, о чем это. Я думаю, надо прочитать. На что же там опираются-то православные? Смотрите. И увидите это. И возрадуется сердце ваше. И кости ваши расцветут, как молодая зелень. И откроется рука Господа рабам его. А на врагов своих он разгневается. И кости ваши расцветут. О чем здесь говорится? Это что говорится о мощах? Мы когда с вами скорбим, мы когда с вами уничижаем собственную плоть, когда у нас трудности, когда у нас болезни, когда у нас еще что-то. Мы же иссыхаем отчасти. У нас все болит. В первую очередь, когда мы с вами заболеваем этими, начинаются вот эти все ОРЗ, ОРБИ, там гриппозные. У нас же тело ломит. У нас же ломота, ведь сумасшедшая ломота. А Господь нам радость приносит. Я живой, веруйте в меня, читайте. Ешьте мою пищу. Пейте меня. Пейте, и кости-то ваши расцветут. Вы будете здоровыми. Нет, у нас православные священники считают, что это мощи расцветут. Мощи расцветут. Дальше. Вы потом сами эту тему прорабатываете. Я просто то, что мне было открыто, то, что конкретно было сказано. Теперь пир Валтасара. Пир Валтасара тоже. Понимаете, поклонение трактуют. Я читаю в той же самой статье, где и о цветущих костях. Дают ссылку, ссылаются на Писание. Книга пророка Даниила, пятая глава. Сейчас мы с вами прочитаем. Я сегодня восстала просто в духе. Я уже столько вынашивала эту тему. Делиться ей, не делиться ей. Мне все равно, что вы там про меня скажете и напишете. Совершенно все. Со мною Бог. Аминь. Глава третья. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме. И пили из них царь и вельможа его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Что здесь узрели наши православные священники? Опять то, что угодно им. То, что все эти золотые, значит, чаши, они священные. То есть все священно. И мощи священные, и чаши священные. А то, что это идолопоклонничество, то, что Бог в первую очередь здесь говорит, чтобы мы с вами обратили внимание именно на это, что и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Вот что они делали. Вот что они делали. Нужно на это обратить внимание. Нет, самое главное у нас чаши. У нас чаши, значит, там золотые и серебряные, они у нас там святые. Только на это. А где написано? Вот где? Вы мне объясните. В третьей главе. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме. Где написано, что они священные сосуды? Что они неприкасаемые там сосуды? Где вот здесь написано? Вот здесь, вот в этом стихе, на который опирается православная церковь? Я себе пишу еще, понимаете, вот даже никаких толкований, ничего. Я просто тут же открываю, читаю. Я пишу, они же славили не Бога. Они же пили и славили своих богов. Они же идолопоклонничают. Причем здесь чашки? Причем здесь сосуды? Я пишу. Ну и дальше, конечно, это вообще, это все я... Был такой пророк Елисей. Прямо запрашивала. Я давно и потеряла у меня эти записи. Я их записывала. Перелистала сегодня, перерыла. Потом говорю, Господь, ты мне покажи. Ну покажи. Ну где это? Где? Не могу найти. Не могу. Записала не в дневник, не сюда записала, а еще на листах иногда пишу и подкрыживаю их. Уже хотела поделиться с вами тогда. Бог отодвинул это. Сказал, нет, не время. Не до конца ты как бы вот еще в этой теме. И я говорю, ну помоги мне найти. Он мне помог. Он мне помог. И я нахожу. Книга 4 царств, 13 глава. И сейчас мы с вами прочитаем это. На что опять же уповают. Понимаете? Не на Бога живого. А вот на это прямо уповает православная церковь. Так вот же, почему у нас мощи и почему им нужно поклоняться. Где сказано, что нужно? Но мы сейчас прочитаем с вами это место. Четвертое царств, 13 глава. С 20 по 21 стих. Ой. Я когда первый раз мне это было открыто, я прочитала. Сейчас поделюсь с вами то, что мне сразу вот как бы ба-бах. Елисей был пророк. И вот, слушаем. И умер Елисей. И похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчища, погребавшее, бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Вот уж действительно, понимаете, вот здесь вот четко, черным по белому в 21 стихе, то есть вот они увидели этих ворогов, рванули, значит, там перевернули, все, этот покойник рухнул, рядом, значит, вот все это на могилу, на гроб Елисеев. И при падении коснулся костей Елисея и ожил, встал на ноги свои. Как это прочно встали православные все на этот стих. А мне Бог сказал, да я совершенно не имел здесь ничего в виду, чтобы теперь, это же не установка к тому, что вот теперь, вы поняли, здесь дальше было бы написано. И тогда повелевал Господь с этого момента поклоняться у гроба Елисеева, касаться костей его, дабы каждый умерший воскрес. Ну, написал бы тогда нам Господь такое. Я молюсь, он мне говорит, он говорит, надо было тогда мне чудо это совершить, чтобы воспрял мой народ, чтобы они ворогов этих побили, чтобы, значит, они победу одержали. И потом, это предзнаменовение того, что будет воскрес Иисус. Но у нас это воспринимается только, что нужно теперь падать к костям, и все болезни уйдут, и все воскреснут, и все. Слушайте, ну какие болезни уйдут, если вы в Иисуса не верите, если вы не знаете, кто такой, если вы даже не знаете толком, кому вы приходите, поклоняетесь, вы же даже не знаете. Вы стоите в очереди и задаете вопрос, а что дают, да? А зачем стоят? Вы же даже не знаете. Да, я сейчас слышу, вы это мне сказали. Как вы смеете, Наташа, вы богохульствуете. Да мы, значит, столько пешком там проходим, для того, чтобы там поклониться. Мы, значит, преодолеваем то все. Да тщетно все это. Преодолевайте. Преодолевайте. Только это не угодно Богу. Это Богу не угодно. И я вам сейчас это докажу. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от Меня, сатана! Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Комментарии излишни. Это все равно, что сегодня Иисус Христос сказал бы служителям в православном храме, которые приглашают людей поклоняться мощам. Он бы сказал им, «Отойди от Меня, сатана! Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и только одному Ему служи». Как вы считаете, пророк Моисей, он был близок с Богом, близок к Богу. Какие отношения были у Моисея с Господом? Он с ним разговаривал, он с ним общался, Бог через него передавал все, что нужно сказать его народу израильскому, когда он выводил его в землю обетованную из Египта. Уж ближе, чем Моисея, не было. Не было, пожалуй, пророка. Как много? Сорок лет! Вы представляете, за сорок лет, это не одно, это поколение, и не одно там осталось в этой пустыне. Сколько поубивал Бог за идолопоклонничество, за все вот эти поклонения, то, что творилось там, этот вертеп. Уж, наверное, Моисей был близким, близким, самым близким, пожалуй, пророком. Ну, может, один из самых близких, я могу, может, ошибаться здесь. Как вы думаете, когда Моисей почил, когда Моисей умер, почему бы Богу не завещать нам? Приходите к могиле Моисеевой, поклоняйтесь его мощам, и прикоснувшись, будете исцеляться, будете получать откровения, будете получать через это, ну, я не знаю там, почему он этого не сделал? Мало того, никто не знает, где могила Моисея. Бог так сделал! Бог так сделал! Он так захотел! Это его была воля! Мы сейчас с вами прочитаем. Второзаконие, 34 глава. Моисей был послушан, но, опять же, в одном он не послушал, почему он в землю обетованную не вошел. Бог сказал, словом творить, а Моисей его ослушался, но мы сейчас не об этом, и сказал ему Господь, «Вот земля, которой я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря семени твоему, дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавицкой против Беффигура, и никто не знает, и никто не знает место погребения его даже до сего дня. Понимаете, Писание написано так, что в любое время, в любое время, любой человек, взяв это Писание, читает его, как сегодня, понимаете, это сегодня, сегодня день спасения, я всегда говорю, живем два дня, сегодня второй, завтра может ничего не быть. Понимаете, до сего дня. Но у нас совершенно все по-другому. У нас таки нашли, где Моисей похоронен, в Писании написано, никто не знает место погребения, никто до сего дня. Но у нас нашли, поставили там камень, там все это обросло, значит, все, и нормально все, там процветает все. Там все происходит, коммерческий проект, как у нас обычно все это происходит. Коммерческий проект. Вот, показал Господь землю, взошел, взошел, понимаете, вот на гору Моисея, Господь с ним, он ему показал, вот, что я, куда ты войти должен был, но не войдешь. Я сейчас никогда не говорила, не делилась с вами о том, как я в 1912 году была в Израиле. Я очень благодарна Лине, моему другу. Она потрясающий совершенно человек. Она пригласила меня. Я бессовестно напросилась, прям просто взяла и напросилась. Она меня приняла, и я очень-очень ей благодарна. Но та поездка мне не принесла ничего, кроме боли. Я никогда не делилась с вами. У меня куча отснятого материала. У меня столько всего лежит. У меня есть только, там, по-моему, один или два сюжета по поводу того, как проводятся экскурсии. Чисто вот для людей, чтобы они, ну, как информационная такая. Но что касается духовной стороны моего пребывания там, я не делилась, потому что мне было там некомфортно, мне было там плохо. Мне плохо было. Какой гроб Господень? Какой гроб Господень? Люди кидались на эти плиты, люди молились, люди всё. Какой гроб Господень? Бог же воскрес! Мы его то распинаем на крестах в церквах, гвоздями прибивая, то, значит, плиты укладываем, говорим, что гроб Господень. Какой гроб? Бога не было гроба. Нет, не было. И никогда не будет. Гроб Господень. Пишу. Внушают поклоняться мёртвым, уводя от истины, уводя от воскресшего Бога. Гроб Господень. Откуда? Иисус же воскрес! Воскрес! Нет ни единого слова, даже буквы в Писании нам Бог не оставил, чтобы мы кому-либо, чему-либо поклонялись. Все, кто это делают, смертью умрут. И пока не поздно, покаетесь. В завершении сегодня нашего общения может быть сумбурно, может быть как там что. Не знаю, понятно или непонятно, это ваше личное дело. Как жить? Как жить? У каждого свои приоритеты. Я просто хочу предостеречь вас. Господь через меня хочет предостеречь вас. Подумайте, кому вы поклоняетесь и что вы делаете. Чей завет вы выполняете? Есть ли он? Это всё от Лукаева, это всё бесовское, это всё дьявольщина. Всё дьявольщина. Ну и мне было такое, чисто по миру я вспомнила. Арина Родионовна, вы знаете, я тоже делилась с вами часто, у Пушкина много сказок по библейским сюжетам. Может быть, частично, где-то как-то, очень много взято из Библии. И тут я вспомнила ещё одну сказку Александра Сергеевича, когда мне вот, когда я прочитала о пророке Елисея и о том, как покойник упал, побросали там всё, убежали, ударился о гроб Елисея, пророка Елисея и воскрес. Конечно же, вспомнили уже сейчас эту сказку. Давайте мы прочитаем сейчас. Перед ним во мгле печальной гроб качается хрустальный. И в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном. И о гроб невесты милой он ударился всей силой. Гроб разбился, дева вдруг ожила, глядит вокруг изумлёнными глазами. И, качаясь над цепями, превздохнув, произнесла, «Как же долго я спала!» Не случайно Александр Сергеевич Пушкин назвал царевича Елисеем. Я так думаю, что это точно не случайно. Ну вот. На этом всё. Будьте благословлены. Да поможет вам Господь Иисус Христос понять истину. Поймите же, наконец, то, что нам не завещено, то, что не написано в Писании нам делать, а нам оставлен Новый Завет сейчас, Новый Завет, Божий Завет, новый, новый. Поймите, жизнь Иисуса Христа, Его бытие, Его жизнь, Бога, жизнь, Слово, пребывающее здесь воплоти на земле, это пример нам. Это нам пример. Нигде, никогда не поклонялся Иисус никаким мощам. Мало того, Он запрещал это делать. Будьте благословлены. Всего вам самого-самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова